Защищают от электрической дуги, открытого пламени и даже падения с высоты. В Люберцах производят костюмы и средства индивидуальной защиты от производственных рисков. Благодаря работе ведущей компании спасено сотни человеческих жизней. На предприятии, которое стоит на страже безопасности труда, побывали мои коллеги. Костюмы, которые стопроцентно защищают от воздействия электрической дуги. Несколько десятилетий назад это казалось невозможным. Одежды, способные уберечь от поражения током, просто не существовало. Но руководство компании «Энергоконтракт» поставило перед своими сотрудниками задачу создать ее. Это был долгий путь, потому что очень много было проб и ошибок. Пока, наконец, не вышли на те костюмы, которые действительно стали показывать на испытаниях себя очень хорошо. Но когда эти костюмы стали показывать руководителям энергетических компаний, они смотрели, ухмылялись и, естественно, не верили. Потому что это тоненькие, обычные, на вид курточки, брючки. Как это может защитить от такого страшного риска, как электрическая дуга. Не легче, чем сам этап разработки. Был этап убеждения, что это действительно работает. Сегодня продукция компании крайне востребована не только в России и в странах ближнего зарубежья. Костюмами и средствами индивидуальной защиты, производимыми в поселке Томилино, пользуются Венесуэля, Австралия, Канаде и Америке. По ряду позиций термостойкой одежды такого качества нет во всем мире. Данное предприятие нашло реоценивые силы, варианты, не прекратило производство и продолжает выпуск. Когда попадаешь на подобное предприятие, то появляется вера в нашего производителя, появляется уверенность, что есть возможность не только там устоять, а и развивать нашу промышленность в самых разных сегментах. В состав группы компании «Энергоконтракт» входят ткацкие научно-производственные и логистические комплексы. На площадках, расположенных на территории городского округа Люберца, работает более 1800 человек. Своим главным достижением здесь считают сотни спасенных жизней. Луиза Игазаря, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.